Всем привет! 11 августа 2022 года знаменитая компания Motorola представила многочисленным фанатам, а также простым пользователям первый в мире смартфон с 200 мегапиксельной основной камерой. Название данного смартфона Moto X30 Pro. Можно заметить, что в последнее время данная компания, я имею ввиду Motorola, часто обходит компанию Xiaomi и становится первой в мире по многочисленным использованиям новейших однокристальных систем или датчиков изображения. Также интересно, что первый 200 мегапиксельный смартфон оказался совсем недорогой, что конечно же радует. Стоимость базовой версии 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт своей флеш-памяти составила всего 520 долларов. Другие варианты 12 256 гигабайт 595 долларов, 12 512 гигабайт 640 долларов. Но все пользователи ждали, когда именно мы получим данное чудо на международном рынке. И вот это случилось. На днях компания Motorola представила свой новый топовый флагманский смартфон Edge 30 Ultra для международного рынка. Напоминаю, Moto X30 Pro и Edge 30 Ultra это одна и та же модель. В Европе Motorola Edge 30 Ultra 100 900 евро за версию 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт своей флеш-памяти. Разница в цене с китайской версией колоссальная. Отмечу, что после данных смартфонов никто из других брендов так и не представил свой вариант с такими датчиками. Итак, основные фишки смартфона Motorola Edge 30 Ultra. Это мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1+, 200 мегапиксельный главный сенсор Samsung HP 1, отличный P-OLED дисплей для канала 6,67 дюйма, аккумулятор емкостью 4610 мАч, стереодинамики, чип NFC и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал первый обзор. Поехали! Главная изюминка данного смартфона это, конечно же, камера разрешением 200 мегапикселей на основе датчика Samsung Kizocel HP 1. По упоминанию, снимки делаются в разрешении 12,5 мегапикселей путем объединения 16 соседних пикселей в один крупный. Сенсор оснащен новой гибридной технологией бенинга объединения пикселей 4 на 4 от компании Samsung. Это означает, что сенсор способен настраивать режимы объединения пикселей в соответствии с условиями съемки, используя для этого сложные алгоритмы программного перераспределения. На основе технологии глубокого обучения, что, конечно же, является большим плюсом. Второй сенсор ультраширокоугольный на 50 мегапикселей, а третий телевик на 12 мегапикселей с двукратным оптическим зумом. Также стоит отметить, что смартфон получил очень хорошую фронтальную камеру. Она имеет разрешение целых 60 мегапикселей, но по умолчанию она снимает в разрешении 15 мегапикселей. Смартфон способен снимать видео в разрешении 8К при частоте 30 кадров в секунду. При переключении на 4К при 30 или 60 фпс картинка получается более контрастной и в целом приятной, потому что 8К сейчас, ну скажем прямо, такое себе видео. Смартфон делает отличные снимки с умеренной HDR обработкой, яркими, но чрезмерно насыщенными цветами, широким динамическим диапазоном, отличной детализацией и минимум шумов, что, конечно же, является большим плюсом. Датчик действительно вытягивает на ура все снимки. Сердцем смартфона выступает мощный, энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Plus GN1. По словам компании Qualcomm, версия Plus обеспечивает на 10% более высокую производительность процессорных ядер, на 10% более высокую тактовую частоту графики и, главное, потребляет на 15% меньше энергии, обеспечивая почти час дополнительного времени без подзарядки в игровом режиме или в режиме просмотра соцсетей. В Antutu аппарат выдает более миллиона баллов. В тесте троттлинг центрального процессора за 10 минут производительность снижается примерно до 65% и удерживается на этом уровне, что, на мой взгляд, является неплохим результатом. Для геймеров предусмотрена интересная функция, когда грани экрана подсвечиваются с той стороны, откуда в игре доносится звук. Motorola Edge 38 Ultra получил очень быстрый 144 герцовый экран P-OLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, и заявленную максимальную яркость на уровне 1200 нит. В настройках экрана можно выставить частоту обновления 60 или 144 герца. Есть также адаптивный режим, но тогда в зависимости от контента частота будет меняться 60, 90, 120 герц. Тестирование показало, что в автоматическом режиме значение яркости достигает 1047 нит. А вот в ручном режиме получить только удалось 499 нит, но все равно результат достаточно, ну, скажем прямо, неплохой. Также стоит отметить, что смартфон получил отличный аккумулятор емкостью 4610 мАч с поддержкой 125-ваттной зарядки. При использовании комплектного, что немаловажно, адаптера мощностью 125 ватт от 0 до 95% смартфон заряжается примерно за 30 минут. Оставшиеся проценты до сотни набирают еще где-то за 3 минуты. Своя флэш-память выступает UFS 3.1. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. То есть, на мой взгляд, в данном смартфоне все продумано и все на высшем уровне. Оперативная память выступает LPDDR5. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению, конечно же, с LPDDR4X. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Motorola удивляет многочисленных фанатов, а также простых пользователей. И мы получаем очень и очень достойные смартфоны, гаджеты и так далее. Я лет так 5-10 назад думал, что Motorola уже вообще не вернется на рынок. Но, пожалуйста, данная компания, конечно же, выпускает в основном смартфоны не для европейского рынка. В США где-то там смартфоны очень востребованы, но все же компания Motorola всегда на данный момент старается сделать смартфоны первыми в мире. Пожалуйста, первый 200-мегапиксельный смартфон Moto X30 Pro и так далее. То есть действительно и процессоры получает данная компания одна из первых. То есть это очень и очень хорошо. Но, как мы знаем, смартфон действительно получился очень и очень хороший. А покупать ли данный гаджет решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok